Первые пять минут нахождения на главной пешеходной улице и уже в руки сотрудникам ГАИ едет первый велосипедист. Казалось бы, запрещающие знаки стоят. Ответственность за нарушения понятна. Тем не менее, люди, игнорируя все запреты, мчатся на велосипедах, подрезая прохожих. Но раз уж ты нарушаешь, будь готов встретиться с сотрудником милиции и объяснить ему, почему тебе все равно. Велосипед в красном кружке. То есть вы его видели? Да. А начали мы разговор с того, что вы его не видели? Я имел в виду то, что я не знал, что это за знак. То есть уже вы догадываетесь, что это за знак. У нас уже прошло обучение, вы знаете, что это за знак. Что нужно делать, соответственно, если вы видите этот знак? Ну, ездить по этому участку на велосипеде. Хорошо. А если вы едете на велосипеде, увидели этот знак, ваши действия? Объехать данную зону. Объехать. Либо, если вам нужно продолжить движение, нужно? Остановиться. И спешиться, спешиться и продолжить, ведя рядом с собой велосипед. Но в этот день велосипедистам повезло. И вместо положенных штрафов владельцы двухколесного транспорта отделывались лишь предупреждением и легким испугом. Более того, сотрудники ГАИ нарушителям вручали памятки и фликеры. Знаете, какая ответственность за это предусмотрена? Ну, наверное, административная какая-то? Ну, конечно, административная в виде штрафа. Да, да. От одной до трех базовых величин. А такая мера, как предупреждение, на первый раз есть там или нет? Ну, вот мы сейчас с вами договариваемся на меру в виде устного замечания, да? Спасибо. Еще от госавтоинспекции я все-таки вручаю вам памятку, на которой написано установленное правило движения для велосипедистов и меры ответственности за нарушение таковых и фликер, который будет вас в темноте для других участников дорожного движения делать заметным. Спасибо. Сразу на ручку. Вот так. С велосипедистами все понятно. Мешают, конечно. Особенно в час пик, когда людей на Советской очень много. Но по тротуарам города над Бугом ездит транспорт намного опаснее. К примеру, электросамокаты, которые разгоняются более чем 30 км в час. А также их аналоги. Почему-то они разрешены и приравнены к пешеходам. Самокаты здесь поставят. Надо с этими, которые ставят тоже, чтобы здесь не ставили на советские самокаты. Чтобы им меньше было соблазн. Ну, а то что-то такое получается. Вроде бы знаки. И как не идешь пересечение улицы, везде знак стоит. Ну, и все равно едут и все. Немаловажным требованием является соблюдение установленных знаков. Например, как на улице Советской. Везде на протяжении всей улицы установлены дорожные знаки. Движение велосипедистов запрещено. Данное требование установлено для того, чтобы другим участникам дорожного движения не причинялись какие-либо неудобства. Потому что здесь, особенно в выходные дни, предпраздничные дни, очень массовое скопление людей, для которых движение велосипедистов создает угрозу для их жизни и здоровью. В любом случае транспорту, который может нанести вред прохожим, на тротуаре не место.